Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И вместе с вами мы рассматриваем Евангелие от Матфея. Сегодня у нас третья глава. Сразу отметим, что после того, как завершилась вторая глава, когда вместе с Иосифом Обручником и Девой Марией, Богомладенец Христос, он оказывается в Назарете. И вот к началу третьей главы это уже почти 30 лет. Ну, чуть поменьше проходит. Но, значит, Спасителю уже наступает около 30 лет. Итак, в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Итак, вот у нас появляется святой Иоанн Креститель. Креститель, потому что он крестил людей. Называем его предтечей, потому что он предшествовал Господу Иисусу Христу. Это величайший из пророков, да, он как бы на стыке Ветхого и Нового Завета. Последний пророк Ветхого Завета. Ну и можно сказать, что он и пророк Нового Завета, который непосредственно встретил Господа, о коем предвещали все ветхозаветные пророки. То есть, как бы он от лица Ветхозаветного собора пророков наконец встречает Господа и говорит, что все, все ветхозаветные пророчества исполнились. И еще что, вот что интересно, что сказано, он в пустынях, да. Тут, конечно, вспоминаем, как некогда Моисей, пророк, он вел богоизбранный народ из Египта через пустыню к земле обетованной. И теперь тоже вот пророк, это уже святой Иоанн Креститель, он новый народ, да, который должен принять Христа, он тоже ведет, но ведет ко Христу. А во Христе исполнились обетования. И вообще феномен святого Иоанна Притечи, он в чем? Обычно, обычно пророки, они сами шли в города, да, и там о чем-то предвещали. Ну вот, даже Моисей с Аароном Господь направил в Египет, и вот они пришли и стали вещать перед фараоном. Там Исаия, Иеремия, все прочие, они в города шли. А святой Иоанн Креститель, наоборот, он в пустыню ушел. И происходит нечто невероятное, что он вроде бы ушел в пустыню, а люди идут за ним, покидают города, покидают селения и идут в пустыню, чтобы там его услышать. И это говорит о чем? О том, что святой Иоанн Притечи, он действительно был настолько силен духом своим, да, настолько вот его горение пред Богом, его такое благодатное служение, как вот пламя, которое устремляется к небу, да, и этот агония тепло привлекает всех с разных сторон, все идут к нему. И в пустыне, ибо там вот как прекращается вот эта мирская суета, молва житейская, мирская, и люди в пустыне начинают как-то, ну, действительно сердечно, искренне воспринимать слово пророка. А о чем он говорит? Он говорит, покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. Царство небесное приблизилось, но чтобы попасть в него, чтобы стать наследником, участником, надо покаяться, надо расстаться с грехами. Вот Матфей, чем он отличается от других евангелистов? Там, где другие говорят, пишут, приблизилось царство Божие, Матфей пишет, приблизилось царство небесное. То есть Матфей, он в каком-то смысле выражает вот ту традицию, сложившуюся у еврейского народа ко времени жизни Христа, когда очень боялись произносить имя Божие, боялись нарушить третью заповедь, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. И вот чтобы его не погрешить при произнесении, чтобы его напрасно не произнести, евреи уже старались его вообще не произносить. И там, где можно было сказать, ну, надо было сказать, что Бог, они говорили небеса, и, соответственно, царство Божие – царство небесное. А Матфей, так как он пишет, обращаясь к народу иудейскому, богоизбранному, вот он уже приспосабливается к сложившемуся обычаю, и, может быть, он сам и невольно выражает этот обычай, и пишет «царство небесное». Но суть не меняется. И вообще, что такое царство Божие, царство небесное? Это когда в тебе царствует именно что-то Божье. Вот не грехи в тебе царствуют, не пороки. То есть в сердце твоем не адово царство, не преисподнее царство, а царство Божие. Это значит воля Божия, добродетели которой от Господа, заповеди Господа. И тогда у тебя в сердце сияет само небо. Что же святой Иоанн? «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Вот святой Иоанн Претеча – это единственный пророк, о котором были пророчества. Обычно пророки о чем-то пророчествуют, но не о других пророках. А тут получается о святом Иоанне Претече. О нем уже были пророчества предшествующих, в частности, Исаия. И он действительно в пустыне, в пустынных местах. Но обычно у нас как говорится, что это глаз вопиющего в пустыне, то есть никто не слышит. Потому что в пустыне как бы никого нет. На самом деле, повторим, что феномен святого Иоанна, он проповедовал в пустыне, но не пустыней он проповедовал, не пустым холмам, камням, раскаленной вот этой иудейской пустыни, а он проповедовал людям. И эти люди действительно, оставляя города и селения, шли к святому Иоанну. А о чем он? О том, что приготовьте путь Господу. Вот Господь тоже идет. И прямыми сделайте стези ему. То есть старайтесь своими гордыми нравами все-таки не препятствовать служению Христа. И вот чтобы стези были прямые, обычно как? Вот из-за чего все проблемы у людей? Вот появляетесь вы где-то, начинаете говорить. Кто-то тут же там перечит. Или вы начинаете кому-то перечить. И получается так, что люди постоянно вот искривляют пути своего общения с другими, потому что все время или гордыня тебя уязвляет, да, твоя, или там обидчивость, или еще чего-то. И пути общения людей, они очень кривые. И вот чтобы общаться со Христом, нужно как бы исправить наши пути, чтобы ни гордыня, ни зависть, ни раздражение нам не препятствовало. И тогда Слово Божие будет более ясно восприниматься. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих». То есть святой Иоанн – это аскет. Аскет – как бы прообраз дальнейшего христианского монашества. И когда уходили в пустыню монахи, они фактически носили ту же самую грубую одежду. Из верблюжьего волоса – это очень-очень грубая одежда. Она колет тело, и таким образом нет никакого усложнения твоей плоти. Пояс кожаный – как бы тоже такой символ, символ умершления плотских пожеланий. И сложилось уже за тем, что монахи носят кожаные пояса. «А пищей его были акриды и дикий мед». Ну, дикий мед, понятно, это мед, который в диких местах, зачастую он горький или даже такой островатый немножко. А вот акриды тут разделяют с толкователей. Кто-то говорит, что это разновидность саранчи, которые и там много белка содержится и так далее. Но, с другой стороны, я не знаю, насколько это уместно, что там святой Иоанн гонялся за этими кузнечиками, кушал их. Все-таки акриды еще, как говорили тоже древние уже толкователи, что это верхушки некой травы специальной, это растительные такие вот, даже стручки, стручки. И некоторые соотносят это вот с теми рожками, которые упоминаются в притче о блудном сыне. То есть, рот как бы бобовых, и стручки эти можно было просто снимать и вкушать, уже не заботясь там ни о чем. Да, ну, в любом случае мы видим, что в своей пище святой Иоанн Притеча, он был очень неприхотлив. То есть, земной ему как бы, ну, вообще ничто. Вот некоторые на Афоне сейчас подвижники, они живут вот фактически так, когда у них какие-то уединенные кельи, и они питаются чем-то вот, что там находят растительное, и вкушают это, и живут как бы, ну, не будучи привязаны ни к цивилизации мирской, ни там к тем благам, комфортам, которые предлагает мир, а всецело устремляются духом своим ко Господу. Ну, и, соответственно, и Господь их очень благословляет. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». Ну, вы представьте, как много получается, значит, и Иерусалим, да, там уже сколько жителей. Ну, понятно, что не все, но представители Иерусалима. И вся Иудея, то есть, слухи распространялись о таком строгом пророке Аскетии, и все Иудеи приходили. И окрестность Иорданская, то есть, те, кто жили вдоль Иордана, он в основном проповедовал недалеко от Иордана, «и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Крестились, буквально погружались. Вообще, слово «крещение» — это уже наше такое христианское слово, которое вошло в употребление, когда стало совершаться христианское таинство крещения, и в слове «крещение» заложено понятие «креста Христова». А, кстати, слово «крест», оно произошло от имени Христос. И потому что на кресте был распят Христос, и, значит, вот, поскольку в таинстве крещения мы во образ Христа умираем для греха и воскресаем к вечной жизни силою Христовую, то наименование крещения, вот этого погружения, оно получило тоже, ну, как бы во имя Христа и Креста Господня. И, собственно, там вот по-гречески «баптидзо», «баптидзо» по-гречески, значит, «погружаться», то есть это было такое полное омовение, отчасти это напоминало некие вот религиозные омовения, уже существовавшие в иудейской среде, когда человек, ну, считался там чем-то оскверненным, прикосновением к мертвому, да, или вот если он где-то среди язычников находился, проводили такое полное омовение ритуальное, но у святого Иоанна Претечи это приобретает уже новый смысл, потому что люди при этом исповедовали свои грехи, и считается так, что человек, руководимый святым Иоанном, он заходил вместе со святым Иоанном в воды Иордана, где-то вот по шею заходил, исповедовал вслух свои грехи, раскаивался в них, и тогда святой Иоанн, уже кладя руку на голову, погружал его в воды Иордана, и тем самым это означало, что человек действительно хочет жить новой жизнью, он раскаивается, он хочет освободиться от этих грехов и получить омовение духовное. Но, конечно же, крещение святого Иоанна, оно еще не давало отпущения грехов, однако оно уже производило некий переворот в жизни, люди переосмысливали свою жизнь и старались жить по-новому, ожидая Христа. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься». Интересно, вот фарисеи и саддукеи – это две противоположные партии, враждовавшие друг с другом, однако они тоже приходят. Помимо простых людей, шедших к святому Иоанну, приходили и вот эти фарисеи и саддукеи. А почему они шли? Они больше, ну, во-первых, что-то такое любопытное, да, интересное, а во-вторых, получается, что святой Иоанн, он же выступает как религиозный проповедник. А раз он религиозный проповедник, то, значит, надо его проверить, а все ли правильно он говорит. То есть фарисеи и саддукеи шли, как такие вот эксперты-специалисты. Вот послушай, вот сейчас мы его оценим, узнаем, все ли так он говорил. Но в то же время сказано, что они шли как бы креститься, им тоже было интересно пройти этот обряд. И вот увидев их, сказал им, «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Порождение Ехиднины, то есть буквально змееныши, такие мелкие гадкие твари. Было такое представление, что Ехидна, ну, считалось это вот змея, когда у нее рождались детеныши, то они прогрызали ее живот, вот вы ползали, и от этого сама Ехидна могла умереть. И вот эти фарисеи и саддукеи, это тоже как такие змееныши, которые прогрызали лоно Ветхозаветной Церкви и могли погубить Ветхозаветную Церковь, потому что святые Ветхозаветного мира, они ведь о Христе проповедовали. А фарисеи и саддукеи все превратили в какие-то мелочные обряды и утвердили в своей гордыне, и тем самым разрушали самую суть Ветхого Завета. Вот кто же внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. То есть да, вот вы идете вроде бы омыться, но смысл-то не в том, чтобы получить омовение, а чтобы жизнь поменялась, поэтому плод покаяния должен быть. И не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам». Гордились этим, что мы от Авраама, наш отец сам Авраам, значит мы тоже спасаемые. Нет? Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Ну там действительно Иудейская пустыня, вот кто был или в Святой Земле, или просто увидел фотографии, видео, что она представляет собой каменистую пустыню, такую горестую. Ну не везде горестую, но вот где особенно монастыри святые, это в основном такие каменистые места. Однако, вероятно, Святой Иоанн имел в виду еще и язычников. Вот так толкователи говорят, что язычники, они тоже приходили, прислушивались, им было интересно послушать Святого Иоанна Претеча, и видимо где-то вот тут стояли эти язычники, и на них указывая, Святой Иоанн говорит, что вы-то вроде бы как бы дети Авраама, а вот из камней сих Господь может воздвигнуть детей Авраама, потому что Авраам отец всех верующих, и язычники могут тоже принять эту веру. Да, язычество казалось, как такой неиздвигаемый камень. Настолько они закоренели, выдало поклонствие, в этих суевериях магических, вот магизм, магизм проходит через всю историю человечества, кажется чем-то неискоренимым, и сейчас вот эти магические, оккультные суеверия, они очень представлены среди разных слоев общества, и там подкову где-то мы видим над входом в дом, и кто-то какие-то там заговоры, заклинания применяют, то есть это все как бы вот, как змея, которая вползает в человеческое общество, не хочет уползать, и в целом язычество, оно представлялось как неиздвигаемый камень, казалось невозможно его искоренить, но когда пришел Христос, как истинный камень, который от горы, вот в видении пророка Даниила, он скатился и разбил, разбил идола, у которого там голова золотая, плечи серебряные, это грудь медная, потом значит железная, потом значит там частью железная, частью глиняная, глиняный и колос этот развалился, и вот так получается, что язычники как камни, они преобразятся в истинных чатов рамовых, потому что в рам отец всех верующих, и как писал апостол Петр, что вы как камни живые, устрояйте себя дом Господу, и эти камни, они создали Церковь Христову, во многом из язычников, будучи призваны. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И посмотрите, насколько очень жесткая вообще проповедь святого Иоанна Крестителя, он особо не церемонится, он особо не пытается как-то там ласково, так вот мягко говорить, то есть святость, она бывает очень разная, иногда жесткая, иногда жесткое обличение оказывается более действенным, и даже Христос, кстати, являя такой милосердие, иногда он обличал тех же самых фарисеев и саддукеев, и святой Иоанн, вот он являет вот эту жесткую проповедь, и удивительно, что люди его слушают, люди за ним тянутся, потому что за жизнью самого святого Иоанна стояла удивительная правда, правда Божья. А секира при корне дерев, это, конечно же, то сокрушительное наказание, которое уготовано было иудейскому народу за отвержение Христа, и в конечном итоге так и получилось. Отвергли Господа, проходит еще несколько десятилетий, около сорока лет, и, значит, римляне приходят, разрушают Иерусалим, разрушают храм иудейский, упраздняется священство, народ в рассеянии, и одни только беды, то есть секира, она посекла это дерево. «Я крещу вас в воде, в покаянии», при этом поясняет святой Иоанн, он говорит, что суть-то не во мне, значит, «я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною», идущий с большой буквы, «сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, идущий за мною», поэтому Иоанн, он только предтеча, он предшествует, а идет за ним тот, кто сильнее, потому что он воплотившийся Бог, воплотившийся Сын Божий, а подлинная сила именно у Господа Бога, это сила всемогущая. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вот это исполнилось в день сошествия Святого Духа на апостолов, когда явились языки огня, вот Духом Святым и огнем. Действительно, Дух Святой явился в виде языков пламени, как такие огненные, значит, ну, лампады, что ли, которые почили на каждом из апостолов, и образ огня – это символ, конечно, и тепла, который согревает, но и попаляющей благодати, которая попаляет все грехи в душе человека, на которого нисходит благодать Святого Духа. И вот так это исполнилось впоследствии, а сейчас он только предсказывает, будет крестить вас Духом Святым и огнем. И в христианском уже крещении действует очищающая сила Святого Духа, который как огонь выжигает грехи, но и согревает тоже, как источник тепла, и благодать Божия, она приносит тепло сердечное. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. И тут немножко сейчас современным людям непонятно, что такое лопата, ну, вроде бы понятная лопата, а тут-то при чем? Какое-то гумно. Гумно это что? Это вот такое место, куда собирали пшеницу, там, значит, ее вот молотили, и что получалось? Что ведь среди этой пшеницы еще там и могли и плевелы встречаться, да, и какие-то посторонние зернышки, и шелуха какая-то ненужная, и надо было провеивать. И для этого использовала специальные лопаты, на которую, вот эти лопаты зачерпывали, в общем, пшеницу, и вот подбрасывали, ну, на отдельную-то уже кучу, там формировалась отдельная куча зерна, подбрасывали туда, и ветром вся шелуха, и все вот эти легкие посторонние зернышки, они уносились. А более тяжелое, оно отдельно падало, и вот так вот собиралось очищенное пшеничное зерно. И таким образом здесь речь идет об очищении. Ну, и оставалось, кроме того, на гумне много вот этой соломы, и речь идет о том, что нужно будет очистить народ Божий от всяких плевел, от всего постороннего. И чистое вот это зерно пшеничное, то есть Господь, он соберет в церковь свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Это вот те люди, которые, ну, как бы временно затесались, однако им по итогам этой вот жизни грозит, конечно же, огонь адского пламени. И святой Иоанн Претевич, он все очень прямо говорит, он как бы особо не церемонится с людьми, со слушателями, он говорит, что да, и ждут жестокие такие вот наказания, от Бога, и сетиры при корне дерева, а раз оно приготовлено, то, значит, дерево может быть посечено. Это и случилось. И, значит, не думать, что вы дети Авраама, потому что кто-то может оказаться, как вот эта легковесная солома, и потом попадет в огонь, и это тоже происходит, хотим мы того или нет. Святой Иоанн Претеча старался пробудить душу людей очень таким жестким, но искренним словом. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну». Вот оно исполняется. Дожидается он спасителя Претеча, значит, приходит к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо бы накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» То есть сам святой Иоанн Претеча, который ожидал Господа, он удивлен. Как это так? Ведь здесь же вот грешники стоят, которые каются, которые допустили просто страшные какие-то падения. Кто-то блудил, кто-то обманывал, кто-то предавал кого-то. И вот они хотят исправления, хотят ради этого омыться в Иордане. И тут вдруг приходит Спаситель, Господь наш Иисус Христос, и тоже говорит, «Я вот тоже омоюсь, но ведь ему уже не в чем исповедоваться, то есть он чист от всякого греха». Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Вот что интересно, ведь Спаситель мог сказать, что «Да нет, я вот тоже такой же грешник, как и все они», но это было бы неправда. Это было бы неправда, и поэтому, значит, он не произносит Спаситель. Но также Господь мог бы сказать, что они все вот не такие, как я, потому что я вообще не такой человек, как они. Но и это было бы неправда, ведь Спаситель воспринял нашу же человеческую плоть, наше человеческое естество. То есть в каком-то смысле он такой же, как и каждый из нас. Он настоящий подлинный человек, а не какое-то фантастическое существо. Он не казался человеком, он был человеком, но только без греха. Поэтому он говорит, нам должен исполнить всякую правду. А правда это что? Правда это то, что от Бога. А Господь, Бог Отец, не спосылает в мир Сына Своего. Тот становится человеком, и Иоанн Креститель должен бы встретить Христа. И вот в этом правда и правда исполнилось. А Спаситель пришел для того, чтобы грешников спасти. И вот эти грешники уже, ну как часть, малая часть этих грешников, стоит здесь, каясь в своих грехах. И Господь наш, Он не сходит в воды Иорданы, принимает крещение, чтобы показать, что Он тоже вместе с этими кающимися грешниками. Он сострадает им, Он погружается в воды Иорданы, чтобы осветить воды крещения, чтобы действительно грехи кающихся людей отпускались им в таинстве уже христианского крещения. Тогда Иоанн допускает его. И дальше самое главное, и то, что происходит, может быть, это даже вот некая такая кульминация предшествующей, предшествующей богооткровенной истории, потому что в Ветхом Завете Святая Троица, Бог Отец, Сын и Святой Дух приоткрывалась очень так вот осторожно. То есть, да, были там ряд всяких явлений, свидетельств и в псалмах написано, но это очень так вот аккуратно, тайна Триединства Божия раскрывалась. А наиболее явное, такое непосредственное откровение Святой Троицы, это в момент крещения Господа Иисуса Христа. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, ибо пришел тот, кто пребывает на небесах, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и все глаз небес, глаголище, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Отец произносит свидетельство о Сыне, Сын принимает в водах Иордана крещение от Иоанна, Дух Святой нисходит в виде голубя, в виде голубя, потому что голубь – вестник мира, спасение еще в Ветхом Завете, помните, во время потопа, как стало ясно, когда выпустил голубя, тот принес маслячную ветвь Ною, и, значит, это означало, что наступило спасение. Вот так теперь Святой Дух, он является в виде голубя. Голуби – это очень, кстати, такие миролюбивые птицы. Это не какой-нибудь орел, который там парит и свысока смотрит на все внизу. Орел – символ такой, в данном случае, гордости, высокомерия какого-то. Но это не какой-нибудь петух, который, важно, ходит среди кур, он летать не может, но тоже много хвалится, гордится, как бы, да, то, что он заведует своими курами. Ну и много можно перечислять птиц, но голуби, в общем-то, очень невидные и кроткие, и поэтому Дух Святой избирает образ именно этой птицы, как вестника подлинного мира и спасения людей. Вот как в первозданный мир сотворен было, там сказано, что и Дух Божий носился над водою, то есть Святой Дух осенял воды, а первозданный мир сотворен был всей Святой Троицы, сотворен Богом Отцом, через Сына сотворен мир при освящении Святого Духа. И вот тогда воды осенялись Святым Духом, а теперь Святой Дух тоже, там, где вот воды крещения, нисходят в виде голубя, но голубь этот непосредственно нисходит на самого Господа Иисуса Христа, показывая, что от вечности Святой Дух, Он, естественно, пребывает и не чужд Сына Божия, ибо это триединая Святая Троица, но и по-человечески Господь Иисус Христос, Он, естественно, освящен благодатью Святого Духа, освящен изначально, потому что обожжение человеческого естества совершилось еще в момент воплощения Сына Божия. А в момент крещения это дается для некого свидетельства, что во Христе пребывает Святой Дух. Как сказано у пророка Исаии о Христе, «И почиит на нем Дух Господень, Дух Премудрости и Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия, и страхом Господнем исполнится». И вот Святой Иустин объясняет, что вот эти семь даров, они как бы разрозненно действовали в ветхозаветном народе. Один дар подавался одному пророку, другой другому, а когда явился Христос, то на нем почили все семь даров Святого Духа, и это было явлено как раз, что вот единый вот этот голубь сошел, это Святой Дух почил на Христе, и поэтому в христианстве, уже именно Христос раздает дары Святого Духа христианам по способности каждого. Вот такое удивительное, уникальное событие свершилось в те дни, Святая Троица явила себя, и с этого момента Господь приступит к проповеди, но будет еще, конечно же, определенное такое испытание, искушение в пустыне. На этом, братья и сестры, третью главу мы закончили. Храни вас Господь! Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok